Здравствуйте! Здравствуйте! Как у тебя дало? Хорошо. Отлично. Я прекрасно помню этот момент, когда мы пришли. Я к вам пришла в 2009 году. Я поняла, что вы человек очень добрый, отзывчивый. Честно признаюсь, смотрела битву экстрасенсов. То, как вы работаете с людьми, как вы с ними общаетесь, это говорит о том, что это ваша жизнь. Спасибо. Я первого ребёнка не смогла родить. Мне было 25 лет, я работала в школе, шла поздно, меня избили. И, в общем, попав в реанимацию, я после реанимации узнала, что беременна. А в реанимацию мне прокололи много лекарств и рентгенов. Рожать было страшно. Было облучение как минимум 3. Помню. И мы мне сказали, не бойся, всё будет хорошо. Помню, дали кристалл в руки. Ну да. Воду выпила, естественно. Тепло, особенно такой какой-то жар в руках. Я встала, вы меня вот так вот потрогали. Обняли и сказали, всё будет хорошо. Понятно. А через месяц я узнала, что я беременна. Я когда узнала об этом, я боялась и беременность, но с верой в чудо, потому что это было чудо. Назвали Дашей. Дашей. Привет, Даша. Я Даша говорила о том, что благодаря дяде Мигди она родилась. Нам помогли свище, и слава Богу, что всё хорошо. Ты умеешь. Ты умеешь. Только после шоколада всегда надо зубки чистить. Я помню уже несколько раз, мы видели, что... Да, это только начало. Это только начало. Это только начало. В 2011 году у моего отца случается геморрагический инсульт. Тебе врачи говорят о том, что три дня и всё, и жизни больше не будет. Вы готовьтесь. Я даже не раздумывая приехала к Мигди. Я прислала фотографии, мне сказали, приезжай. Помню тот день, когда вы пришли. На нервах, со слезами. Очень, да. Я позвонила экстренно. И Мигди долго-долго изучала. Ну, я рассмотрю. Для меня каждая минута казалась это вечностью, потому что там счёт был на минуты. Мы уже почти смирились, потому что нам говорили, ждите, ждите, когда он умрёт. Я, если честно, уже договорился с священником о том, что его будут отпевать. Несмотря на то, что человек в коме. И вы мне тогда сказали, у тебя всё с головой в порядке. Человек очнётся, обидит, там священник отпевает. Да. Всегда есть вихрь. Да, и вы мне сказали, что он... Везите, всё будет хорошо. Я буду молиться. Ну, я помню, как я через вас поставил защиту, чтобы у него всё было хорошо. Просили, чтобы дали ещё раз ему жизнь. Подарили, потому что он внутри очень хороший человек. Сделали операцию, операция длилась достаточно долго. И нам сказали, он будет овощем. Он не будет ходить, он не будет думать, он не будет говорить. Но я верила. Я верила мне, что он встанет на ноги, он будет ходить, он будет сам себя обслуживать. Наши молитвы славные слушали. И как у него это у нас сейчас. Все врачи, конечно, удивились. Он в течение месяца встал на ноги. Месяца. Научился заново есть и говорить. Он сейчас читает, пишет. Делает зарядку по утрам. Прошлым летом катался на велосипеде сам. Ещё надо у него учиться, да? Как жить надо правильно. Он стал более, конечно, мягче. Нижнее, добрый, да. Ну, как он делает? Самостоятельно? Самостоятельно, конечно, самостоятельно. Не овощ, да? Нет, совершенно не овощ. Всё прекрасно, всё хорошо. Просит у нас купить ему машину. Ну, отлично. Но виды, как появилось новое желание жить красиво, всё правильно. Такие вещи для меня, это как откуда я черпаю силы. Это именно меня помогает. Недавно мои дети спрашивали, а ты чем занимаешься? Почему все тебя узнают на улице? Им тяжело объяснить, кто такой экстрасенс. Я говорю, я врач. Да, ты же врач. Ты учишься. Да, я, конечно, действительно, три раза медицинское образование получил. Но судьба очень хотела помочь. Именно в момент, когда безвыходная ситуация. Получается, я один раз вам сказал, что хорошо меня слушают оттуда, да? Я хороший посредник на медика. Очень хочу, чтобы у всех всё было хорошо. Мне не даются дети так просто. И так получилось, что после Даши у меня был выкидыш замерзшей беременности. Потом пыталась-пыталась, а время твое идёт. Семь лет уже Даши почти. Уже отчаяния. Ты понимаешь, что уже просто не получится так просто. Я пришла к вам. Это было где-то 10 месяцев назад. Со слезами, убитая горем. Уже просто вся поникшая. Имя где-то сказал, не плачь, ничего с собой не делай, и всё хорошо будет. Через месяц, как по часам, цикл должен начаться, у меня появился шанс родить снова. Ланя, дети – это дар Божий. Когда они из этого хорошо? Я три недели назад сделала КТГ. Мне сказали, что ребёнок не шевелится, очень малое шевеление. И, в общем, поставили диагноз гипоксия. Я пришла к вам. Я знала, что вы проведёте со мной какие-то манипуляции, и у меня всё будет хорошо. И я пришла, и мы с вами побеседовали, почувствовали всё ваше тепло. Вы меня обняли. Я помню, вы намазали масло на ладони, капельки. Да. И сказали смывать только через час. Через час. А вот сразу чувствуется тепло. Есть какая-то мечта, Даша? Да. Скажи. Кем хочешь издать? Хочу большую шоколадку, да? Мам. Шоколадка. Это легко. Не могу, я шкафчик открытый. Да, ты шоколадка. Есть мечта? Говори, Даша, скорее всего. А можно профессию сказать? Профессию? Ну, видишь, как? Давай. Хочешь стать врачом? Тяжело стать врачом? Ты знаешь, да? Да. Ну, все равно хочешь. Надо хорошо учиться. Кроме того, что хорошо учиться, надо быть очень добрым. Захотит людям помогать. Ночью. Они же нуждаются в помощи, да? Ты готова, да? Всем помог. Отлично. У нас добро и вот это вот тепло, и чувствуешь, что с тобой что-то, что-то происходит, что непонятно, но что-то происходит. Это всегда чувствуешь внутри. Вот это, конечно, оно бесценно, когда ты понимаешь, что ты пришел не просто так, что тебе помогли, и что ты получил то, что тебе нужно было. Тепло, ощущение здоровья, ощущение уверенности, что у тебя будет. И получается сейчас в какой месяц? Сейчас уже восьмой месяц, да. Восьмой месяц временно. Через неделю девятый начнется. И я пришла на КТГ позавчера. А какой результат? Мне сказали, что все хорошо, ребенок здоровья, гипоксии нет. И я была просто счастлива. Это... Слава Богу. Думала назвать Софией. Все чувства. Через три года после Софии приезжайте сюда, не пропадайте. Даша заказала... Мальчик. Мальчик. Я очень рада, что помог вообще, смог помогать. И рада того, что есть такие люди, как ВИИ, благодарны. А что бы мы делали без вас внутри? У вас есть сила, которые... Ну, в простом человеке просто ее не понять. Ее не видно. Я знаю, кому говорить спасибо. Спасибо вам большое. Если я хороший, это значит отец, тоже старство небесное, был хороший и мама тоже. Если яблоко вкусное, значит дерево хорошее. Правильно? Вот, поэтому Даша, надо любить свою маму и стать врачом. Хорошим. Будет очень хорошим. Выпейте воду. И в дальнейшем все будет хорошо. Я верю. Я знаю. И спасибо вам большое. У вас тоже будет все хорошо. Спасибо. Спасибо. А hat вам... Нет? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok